Незаконное решение правительства Литовской Республики о прекращении транзита белорусских колейных удобрений грубейшим образом нарушает нормы права, прямые двусторонние и многосторонние обязательства литовской стороны. В их числе соглашения от 3 апреля 2000 года об условиях транзита грузов Республики Беларусь с использованием портов и другой транспортной инфраструктуры Литовской Республики. Конвенция ООН по морскому праву, которая артифицирована ЕС, Минском и Вильнюсом. Данные документы юридически обязывают Литву предоставить Беларуси транзит как стране, не имеющей выхода к морю. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США официально информировало литовскую сторону, что американские санкции в отношении ОАО «Беларусь-Калий» не являются обязательными для государственного предприятия «Литовские железные дороги». Соответственно, решение пока еще действующего правительства Литвы является инициативным. В таком контексте данный шаг представляет собой элемент гибридной агрессии в отношении Беларуси, направленной на нанесение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа. Руководствуясь принципами добрососедства и не желая причинять ущерб многострадальному литовскому народу, Республика Беларусь воздерживалась от резких ответных мер в связи с последовательными враждебными действиями безрассудного литовского руководства. Белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопроса в правовом поле. 18 и 28 января 2022 года литовской стороне соответствующие предложения были направлены руководством Министерства транспортной и коммуникации Беларуси. Мы также предложили диалог по данному вопросу на уровне глав правительства. Официальный Вильнюс отказался, преследуя цель за счет своих налогоплательщиков нанести белорусам максимальный ущерб. В рамках современных правил международной торговли это пещерная дикость. Таким шагом правительство Литвы еще раз перед всем миром расписалось своей нецивилизованности и ненадежности в качестве торгового партнера, вдобавок к ряду других своих поступков. Республика Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось ранее, пойти на ответные меры. Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующих из Литвы, железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях литовских железных дорог. По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около более полутора миллионов тонн на сумму более 1 миллиарда долларов США ежегодно. Обращаем внимание, что в целях соблюдения международных правил Республика Беларусь информирует всех заинтересованных за 4 дня до вступления в силу данного решения. Данное конвенциональное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года. Прямые убытки Клайпинского порта, АО «Литовские железные дороги» и иных участников литовской цепочки поставок будут еще долго подсчитывать. Но уже сейчас ясно, что они исчисляются сотнями миллионов евро. Многомиллионные потери ожидаются по судебным искам, которые уже предъявлены Литве, и штрафным санкциям. Беларусь оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно со своими партнерами, в результате чего транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль. Искренне жаль, что серьезные издержки понесет многотысячный коллектив литовских железных дорог, представители бизнеса и простые литовцы. История показала, что Беларусь всегда была и будет на вашей стороне, и политиканам-марионеткам не удастся разорвать напрочь наши культурные, исторические и деловые связи. В текущей ситуации вы можете рассчитывать на наше понимание. Однако все жалобы необходимо адресовать политической элите, удерживающей сегодня власть в Литве. Белорусская сторона сохраняет открытость к диалогу и всегда готова выслушать предложения официального Вильнюса по решению всех вопросов в правовом поле, прежде всего в интересах белорусов и литовцев. Со своей стороны правительством Беларуси выработаны все необходимые логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков, не только удобрений, в морские порты государств, выполняющих свои обязательства и являющихся надежными партнерами для нашей страны.